ДОЧЕВЕЛЛЯ Вы смотрите информационную программу ДОЧЕВЕЛЛЯ ДВ Новости. Здравствуйте. Наши главные темы сегодня. Дача Медведева, борьба с коррупцией, провал оппозиции на выборах. Что рассказал Алексей Навальный в интервью ДОЧЕВЕЛЛЯ? Опасно ли соседство? Почему Болгария попросила у НАТО помощи? И год спустя, как живет Крым в условиях украинской продуктовой блокады? Провал оппозиции и закономерность, уверен один из самых ярых критиков Кремля Алексей Навальный. В эксклюзивном интервью ДОЧЕВЕЛЛЯ он обвинил оппонентов Путина в бездействии. Кроме того, говорил Навальный о люстрации, борьбе с коррупцией и конфликте вокруг Крыма. Мы предлагаем вам отрывок из этого интервью, которое провела моя коллега Жанна Немцова. Вы автор многочисленных коррупционных расследований и всяческих блокбастеров, которые все затаят дыхание смотрят в интернете. Самый, наверное, резонансный это, конечно же, фильм «Чайка» и сейчас фильм про дачу Медведева. Действительно, вот все эти вещи, они бесспорно взрывают интернет, миллионные просмотры. Но почему тема коррупции не взрывает общество? Тема коррупции взрывает общество. Тема коррупции являлась важнейшей политической темой сейчас. Для чего Путин делает вот эти свои такие показные псевдо-антикоррупционные процессы? Оборонсьеров, аресты губернаторов и все остальное. Потому что он реагирует на запросы общества. К сожалению, это не приводит к огромным демонстрациям, которые вообще должны бы, конечно, быть. Мы выпустили расследование про «Чайки». В нормальном политическом режиме это должно привести к такому политическому кризису в стране и смене правительства. В России это не произошло. Почему? Потому что Россия – это авторитарная страна. Таких изменений не происходит после расследования ни в Узбекистане, ни в Белоруссии, ни в Зимбабве, ни во всех остальных странах, которые находятся уже на таком этапе авторитаризма, что это не работает. Люди боятся. Они понимают, что их, как вот в Узбекистане, они выйдут и их расстреляют. Они боятся. Вы говорите о том, что референдум в Крыму был нелегитимен, но судьбу Крыма должен решать сам народ Крыма. Но все-таки по законодательству Украины судьбу отдельных территорий решает весь народ Украины. Есть право нации на самоопределение. И это нормальное право. Оно ни в коем случае не ведет к тому, что значит завтра Якутия присоединится к Болгарии или кто-то присоединится к кому. Это полная ерунда. Что касается вот этих законов, ну по законам Украина одно. А по законам Япония северные территории являются частью Японии и не могут быть переданы. По законам Израиля сектор газа это одно, а по законам сектора газа это совсем другое. Путин, к сожалению, создал территориальный конфликт, который будет решаться десятилетиями и не будет решен спустя много-много-много лет. О ситуации в самом Крыму мы еще расскажем, а пока о резонансе на действия России в Европе. В частности, в Болгарии, которая от Крыма отделяет только Черное море. От Ялты до Софии лету чуть больше часа, военному истребителю и того меньше. Видимо, поэтому болгарские власти забили тревогу. Почти ежедневно Россия проводит авиаразведку, используя базы в Крыму. Участили в связи с этим и вылеты болгарских пилотов. В середине сентября к ним, пока только на неделю, присоединились американские союзники по НАТО. Болгария. Военная авиабаза «Граф Игнатьева». Американский пилот Мэтью Оуман проверяет свой истребитель F-15 перед вылетом. На подготовку к старту у военных после приказа только 15 минут. Ведь в случае промедления враг может проникнуть вглубь охраняемой территории. Мэтью Оуман задействован в миссии воздушного патрулирования НАТО. Альянс впервые участвует в защите болгарского воздушного пространства. Мы приехали в Болгарию прежде всего с миссией солидарности. Рядом с американским истребителем прогревается МиГ-29, который София приняла на вооружение еще во времена существования СССР. Этой машиной управляет болгарский пилот Николай Русев. Обычно здешнее воздушное пространство он патрулирует сам со своими болгарскими коллегами. Но ввиду возраста старенькие советские МиГи все чаще выходят из строя. Наш МиГ-29 — это старый советский истребитель. И хотя он все еще довольно маневренный, оснащение на борту у него, к сожалению, не самое современное. Поводом задействовать воздушный патруль почти всегда становятся российские истребители. Отсюда всего несколько минут полета до Крыма. Болгария, как и другие страны ЕС, считает, что Москва грубо нарушила международное право, установив контроль над полуостровом. Почти каждый день Россия проводит здесь свои разведывательные операции. Из-за этого участились и вылеты болгарских пилотов. Похоже, что летом российские летчики были в отпусках. Но сейчас они снова тут разлетались. Практически ежедневно болгарские пилоты поднимаются в воздух с целью перехвата. Взлет, быстрое приближение к противнику и, если нужно, его оттеснение. Максимальная нагрузка для почти 30-летних МИГов. Поэтому в течение недели болгарским военным помогала американская авиация в рамках НАТО. Операции против российских самолетов-разведчиков для многих американских пилотов давно уже не в новинку. Речь идет о воздушном патрулировании. Нам известны такие операции еще с Аляски. Там ведь тоже до России рукой подать. Так что мы к этому уже привыкли. Чего не скажешь о Болгарии. Многим жителям страны такие операции непонятны. Особенно скептически некоторые граждане относятся к участию в них американцев. Когда-то Болгария входила в соцлагерь и считалась близким другом Москвы. До сих пор многие жители с симпатией относятся к России. Министр обороны Болгарии пытается снять напряжение. Эта операция не направлена против кого-либо. Наоборот, НАТО делает все, чтобы члены организации чувствовали себя уверенно и в безопасности. Поэтому ничего плохого я в этом не вижу. Это не провокация. При этом сами американские военные скептических настроений в Болгарии не ощутили. Наоборот, по словам пилотов, совместной работой они очень довольны. Так что вскоре такое сотрудничество с другими партнерами по НАТО может стать здесь обычной практикой. Ведь вслед за американцами свою помощь Болгарии уже предложили Польша и Великобритания. Ровно год назад Украина заблокировала подъезд к Крыму. Сначала на полуостров перестали доставлять продукты, потом подавать электричество. Толчком к таким мерам послужило решение крымско-татарских активистов заблокировать трассы в Херсонской области и остановить грузовики с украинскими товарами. Итог годовой блокады подводит наш корреспондент Александра Индюхова. 20 сентября 2015-го. Украинские активисты заблокировали сотни грузовиков на въезде в Крым со стороны Херсонской области и через три месяца добились от Киева принятия постановления о полном прекращении торговли с полуостровом. Тогда, в январе, решение о запрете ввоза украинских товаров на территорию России приняла и Москва. Житель Ялты Владимир уверен, что от этого выиграл исключительно лишь российский бизнес. А пострадали простые люди, которые, оставшись без украинских продуктов, вынуждены были потреблять более дорогие российские. Ассортимент до сих пор небольшой, а качество лично Владимира не устраивает. Масло – это не масло. Молоко – это не молоко. Люди, ну, понятно, ну, люди едят, но я лично этого не ем. А я ем кашу. А что еще можно? Я люблю свой желудок. Владимир критикует решение Украины о полном прекращении энергоснабжения полуострова. Оно также было принято в январе во время отопительного сезона. В чем, собственно говоря, виновен тот ребенок, который мерзнет. Или мамочка та, которая набирает бутылки горячей воды и обогревает свою постель. Но вот один из участников блокады, Айдер Муждабаев, уверяет, что блокаду активистов многие поддержали, в том числе и в Крыму. Акция протеста дала результат. Из Херсонской области перестали идти грузы. Украинские предприниматели больше не могут заработать на торговле с полуостровом. Правда, правительству, убежден Айдер, сделало не все. Видимо, прекратить контрабанду. Правительство не в состоянии или за деньги все вопросы решаются на месте, или как-то, я не знаю. Но, по крайней мере, люди в Крыму увидели волю к борьбе людей. Чтобы вернуть Крым в Украину, ждем другие акции проводить протесты. Здесь, в Киеве, в мировых столицах. В Крым и из Крыма уже давно не ходят поезда. Автобусы доезжают до КПП, где пассажиры проходят тщательный досмотр. Украинцы ездят отдыхать на полуостров все реже. Владимир не исключает, что ему в следующем году опять не удастся заработать ни на сдаче в аренду жилья, ни на ремонте. По профессии он строитель. Если ситуация не изменится, то, скорее всего, он уедет из Крыма насовсем. ООН приостановила отправку гуманитарных грузов в Сирию. Вызвано это, как заявили в организации, мерами безопасности. Доставка гуманитарных грузов была прекращена после обстрела трассы Костелло, связывающей западную и восточные части Алеппо. Тему продолжим в новостном обзоре. ООН уже проинформировала Россию и США о своем решении. Также поставки гуманитарной помощи в Сирию приостановил Красный Крест. По данным организации, при авиаобстреле колонны гуманитарной помощи недалеко от Алеппо погибли 20 человек. Кандидат в президенты США Демократической партии Хилари Клинтон и президент Украины Петр Порошенко встретились в Нью-Йорке. В кулуарах Генассаблеи ООН политики обсудили санкции против России, ситуацию в Донбассе и реформы на Украине. Клинтон решила встретиться с Порошенко на фоне хвалебных отзывов Дональда Трампа о Владимире Путине, пишет Wall Street Journal. Европейский Союз намерен ввести санкции против террористических организаций Исламское государство и Аль-Каида, запрещенных в России. Необходимую для этого правовую базу утвердили в Брюсселе. Речь идет о замораживании активов террористов в Европе и о запрете их въезда на территорию ЕС. Также Евросоюз может запретить выезд к лицам, которые направляются из Европы на Ближний Восток с целью присоединиться к террористам. В немецком городе Гладбек проходит соревнование пилотов воздушных шаров. Цель гонки – улететь как можно дальше от места старта в сторону Сардинии и по возможности приземлиться на Крите. Всего в соревновании участвует более 40 пилотов из разных стран на 24 воздушных шарах. Состязание пилотов воздушных шаров в Гладбеке – одно из старейших в мире. Оно проводится уже более века. ДВ Новости расскажет о развитии событий уже завтра, в том числе и на каналах наших партнеров. Все вам самого доброго и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова